welcome 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 7 секунд осталось до игры номер 4 между команды cloud9 и команды tsm и здесь такое в перерыве натворилось звен ушел в аббатство давайте послушаем говорит что они все еще хорошим тсм и их не погубили как и других игроков и они хотят доказать всем что они все еще он и митя хороший bot lane и готовы играть на мировом чемпионате вот что сказал звен но команда cloud9 произвела замену напоминаю что на плей-офф чемпионата америки и на плей-офф чемпионата европы было выделено две замены для каждой команды каждая команда может призвать 7 игроков на чемпионат и это все как говорится с к скрим и не скрема схем как говорят в чатике обычно то есть это все идет по сценарию райт games of они дали 7 слотов каждый из команд не каждый из команд притащил туда 7 игроков а вот команда cloud9 притащила 7 игроков взяли свинскеррина и взяли golden glue и в ответственный момент выпускают свинскеррина и golden glue не просто так свинскеррина и golden glue обозленного свинскеррина которого выгнали заменив на майки йонга а в итоге взяли себе бесполезного грига который ничего не делает его имя вообще не называю во время игры потому что он настолько незамечен мной в партиях обычно когда играет команда тсм свинскеррина это обозлен и golden glue который помнит трэш толк от бьорксона в его лицо это я обязательно в игре еще скажу но и главное они чемпионы америки по правда академии вчера не ночью но для нас ночью для себя не вечером одержали победу над команды clg 3 1 и свинскеррина и golden glue стоит отметить что свинскеррина golden glue другой стиль игры показывать нежели блабер и дженсен блабер и дженсен играет обычно саппорт мидлейнер хардкерри лесник а эти ребята играют хардкерри лесник либо ой извините хардкерри мидлейнер golden glue либо контроль мидлейнер тоже golden glue и свинскеррина играет танка инициатора почти всегда у нас там на провод отвалился монитор не работал у golden glue но он догадался что сделать и вставил провод назад и монитор у него заработал небольшая заминка была как видите пожаловался golden glue что я ничего не вижу поднимите мне веки ему сказали это это монитор включи он как блин и вправду нет судья все все же позвала техника техник пришел и вставил за него говорит golden glue у тебя не получается вставлять сейчас я это сделаю и азиатская девушка пока за плечами за крепким мужественным плечами рипера не видит что там происходит техник вроде справляется с парниша давно не играл да они вчера бухали на на после победы там кокам раздает призы ребят не пропустите свои призы он в личку вам наверняка напишет так что если вы получили сразу же активируйте подписку на твиче будет все хорошо техника зовут пашей возможно но это ариутский техника он ездит и на чемпионат мира так что как и называется мастера сцены я вот такой же работой заниматься продайте световики у нас такие вот были они техникой занимались я занимался именно декорациями мастер сцена это а-ля световик он техника именно заведует сцену это тоже кто-то монтирует постоянные демонтируют переезды вот это все хотя возможно это нанимные ребята райт games of вот так вот я ожидаю что команда клаван совершенно поменять свой стиль игры сейчас они будут играть скорее всего три танка 2 керри причем сники посадят либо на хардкере типа кайсы джина варуса либо его посадят как раз таки над пушевателя но там дворус тоже подходит тогда варус аша северка golden globe будет на себя брать роль не саппорта он будет брать роль на себя какой-нибудь азира райза кассиопеи вот это вот будет он сегодня отыгрывать счет у нас 12 матч-поинт для команды тсм но я еще раз вам напоминаю любая из команд которые сегодня проигрывает пара продолжает все еще борьбу за чемпионат мира любая команда которая сегодня выигрывает они проходят финал и тоже продолжает борьбу за чемпионат мира очки у меня там все еще открыты до могу показать то есть видите клатч гейминги будут играть в матче за выход на чемпионат мира и будут они играть с кем-то из вот команды который будет с нижним количеством очков часа их афаксы 70 очков и они уже сменить количество очков никак не могут клауд найна могут заработать еще плюс 30 очков и перегнать команду их афокс плюс 30 это если они проиграть сегодня выиграть матч за третье место место между их афоксами и имя ну и то же самое команда тем соломит то есть любая из команд которого победит их афокс они сразу же их афоксов отправят под клочей а сами будут чуть выше по позиции находиться но любопытно что обе команды и кладная и тсм они могут поехать на чемпионат мира по очкам как бы они ни старались они не получат достаточное количество очков по моему да или я неправильно посчитал не за второе место они получат плюс 50 да они никак не поет все верно я посчитал первый раз у них будет максимум 100 очков за второе место по очкам ни одна из этих команд поехать не может им нужно обязательно выигрывать сегодня всю серию и обязательно выигрывать на следующей неделе всю серию чтобы напрямую попасть на чемпионат мира иначе их ждет гаунт лет а вот здесь вот уже обе команды на чемпионате мира только вопрос какая из них по очкам и какая поедет не по очкам то есть у них здесь поменяться ничего не может 110 и 130 перебить их невозможно просто потому что 110 это минималка а 130 это вообще с запасом подслушаю инфу подождите говорят что у golden gloos самая ответственная игра за всю его карьеру ни разу он не доходил до полуфинала чемпионата америки ни разу не был конечно же на чемпионате мира те этот человек вообще в плей-офф и не попадал и первый раз появился 2014 году как замена скари в команде дигнет из 2014 год это четвертый сезон команда дигнет из тогда была среднячком saint vicious был там в лесу айми китипай был на бот-лейне адекере вместе с ним с саппортом блин ник был смешной у саппорт вот я не помню никто им саппорта вот у него смешной не был сент вишес лесу с кара был на миде на топе не помню кто играл у них или помню я думаю сегодня к меня напишите я точно сразу же скажу что это он ну и получается что такая ситуация для golden gloop потом всегда он был номер два то есть ни в одной команде он не был номер один ни одна команда не ставила его как основным мид лайнером даже в той команде которая была команда envy envy помните да где алексич был во втором составе казалось бы все равно номером один считался не он потому что когда алексич протащил команду envy в плей-офф перегровок как раз таки они выиграли и остались чемпионате америки алексич пару раз выходил за место golden gloop golden gloop все же считался основным мид лайнером но стану только до того момента пока не приехал туда а кто ж туда приехал все ники и не упомнить столько никнеймов у этих ребят там а азиат какой-то приехал кореец мид лейнер но не рю был и вот когда этот парень приехал он полностью занял позицию golden gloop алексич вообще ушел в третью позицию но самое смешное что golden gloop ушел тогда из состава окончательно а тот парень отыграв сезон все равно оказалась команда envy на последнем месте и знаете что алексич снова играл в команде envy за переигровку а ниндзя 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 да 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 японец японский медлайнер спасибо да ниндзя японский медлайнер он из японии был ниндзя действительно спасибо за подсказку я забыл я помню что это азиат был вот кореец или китаец не мог вспомнить а вот вы правильно поправили меня японский медлайнер он как раз golden gloop подсидел тогда потом golden gloop играл не помню в каких командах но нигде долго не задерживался их тут когда команда cloud nine объявила что они его берут себе во второй состав я про себя подумал ну наверное берут просто чтобы он новичков так сказал приструнил но оказывается что команда cloud nine имеет реальные проблемы с деньгами судя по всему потому что слот в чемпионате америки это франшиза в 2017 году в декабре пришлось купить команде кого на как и другим командам тоже вылететь чемпионат они не могут но после этого команда cloud nine продала импакта в итоге недавно продали смуте продали себе продали своего еще джанглера то есть получается команда cloud nine избавлялась от самых вроде бы знаменитых игроков сильных но при этом не ключевых ключевые все же дженсен и сники это очевидно а все остальное как бы у нас устраивает и так команда cloud nine говорит ну и в итоге они во второй состав себе вот в этот академически набрали игроков которые никому не нужны взяли сын скелина туда взяли себе туда golden glue взяли себе туда киева который тоже на заменах постоянно играет никогда в основу дня в одной команде не попадает ну и вот проверяли там как раз таки блабера и вот я не помню топпер кто у них там никнейм незапоминающийся для меня оказался но его редко видел поэтому когда японский медленер подсидел голденглу да чья-то мама была да я не расслышал но нам показывали возможно эта мама golden glue раз ее сейчас показали когда игра уже то там что-то с монитором случилось golden глуп сломал монитор чем прикол академии расскажите это второй состав чтобы команды не объясню политику риутов зачем они это сделали это второе шоу шоу где можно снова продавать билеты шоу где можно продавать трансляции это дополнительные деньги учитывая как много денег приносит сам lcs америке lcs америке номер два приносит теперь тоже деньги это первый пункт второй пункт очень важный lcs американские команды зачастую используют легионеров они берут легионеров из европы они берут легионеров из азии корейцев китайцев но не используют даже своих ребят которые из челленджера могут пробиться и и реально быть хорошим ведь ликариш это американец чистый за и зал это американец чистый они играют только на американском сервере никогда не были в азии и могут в этом году поехать на чемпионат мира если команда кладной пробьется к чему это веду к тому что вот этот вот второй клуб это как раз место где они могут свои наконец-то таланты искать это уже с точки зрения киберспорта развития потому что в европе есть такой можно сказать фарм-клуб только там фарм-клуб немножко по-другому работает есть маленькие турниры турнир там в мадриде периодически проводится турнир в стокгольме проводится в швеции также в берлине есть своя вообще лига немецкая испанская лига есть в англии тоже какие-то турниры проводятся там отыграет команды которые игроки как раз из европы и команды игроки которых не играют в алтесе написал правильно что на 35 но там все проверили все проверят коком разберется не волнуйтесь ну что ж шин был забанен команда клада также забанена была кали потому что контроль маги на миде не способны убивать о кали они способны ее сдерживать но помочь будет сложновато и убирают олафу потому что это тупо неприятный чемпион для команды клада для их сетапа который они собираются в этой партии отыгрывать киндредка браум и гангпланк сами забанили команда теса забирает они себе там кинча зная что алистар только остался из номинальных вроде как саппорта но мне не нравится там кинч в том что во первых он занерфлен и никто его сейчас патчи 816 не берет во вторых вы еще не видите кого возьмет команда клада они сейчас возьмут и сыграть через карму чё будете делать с ним там кинча летать по карте он будет периодически странно это все способны ли контроль маги побеждать и реле ну да но тут и реле не будет берксин уходит в рай за cloud на и на сразу показывают лисина лисина один из пакет пиксов свинскерин они его уже отыгрывали даже в lcs и и тогда они играли лисин плюс сорян надо не помню какой был чемпионат golden gloo отыграли его очень хорошо так и не надо вот не тут зелено сейчас паривать потому что серьезно вы берете зелен когда у вас есть дженсен зеленом что но вот кстати правильно говорят английский комментатор это скорее всего зелен саппорт против там кенч это точно не зелен медит ну какой смысл про зелено на мид когда у вас есть да вот все сразу же показывают cloud на что это зелен саппорт маль захар будет от голденглуб на миде или это будет ассасин не от мальза улыбнулся голденглуб наш потроллил зрительный зал зрительный зал там воодушевился увидев zedat golden gloo там наверняка на стриме когда-нибудь его поигрывает и показывает просто шикарную механику но не тут то было в итоге он берет маль захар и контроль мак на миде появился саппорт utility появился все выстраивается чтобы варуса усиливать и очень похож с этапу команды cloud nine на 41 пока что сейчас они возьмут танка в лес и сприт пушера топера вот так выглядит джина забирает команду тсм пока джин открыт против варуса решили взять чтобы зелено их не замучил потому что на самом деле зелен может замучить любого почти что до керри но мне кажется кастись она лучше здесь заходила она тем более в ксс может идти ей это подходит а вот джина читки с так себе подходит минус хикарима делать часа предков откуда они вообще это вытащили так общая что команда клада какую-то ложную информацию кинула им в интернете что там хикарима тренировали причем те забанили хикарима что против блабера что сейчас против сын скерина минус мунда делается чтобы сплит пушить можно было но есть еще кстати вариант просто взять чагат у команды cloud nine через два сайланса играть кто не знает сайланс маль захара очень портит игру райзу и если сверху еще чагат будет со своим сайлансом то это вообще может быть попка видимо не тренировали его с дедом ну видимо дать зеленом и лисина убирает ну то есть двух джанглеров забанили у сын скерина еще сын скерин маль захар лес старый добрый маль захар лес последний бан от команды cloud nine если это будет гнар то это скорее всего чагат будет на топе от них но надеюсь не орн потому что орден не работает что-то у команды клана и против файза таком вообще не будет работать сами понимаете райс уйдет какой-то момент сприт пуш они убирают си джуани ой слушать это походу орн они не банят гнара си джуани сами убрали чтобы не было много контроля у команды тсм них проблемы с инициацией у тсм если честно пока нечем делать врыв два керри не связанные друг с другом то есть райз и джин так себе работают но вот как раз связующее звено появилась тут тебе и кубок тут тебе танк с похищением статов правда у кого воровать статусе сын скерин сейчас не возьмет танка но он должен вроде как брать танка скорее всего уверены тсм что это будет грагас но грагас то может пойти в ability power у сын скерин вытаскивает грейвса просто из табакерки такой хоп грейвс пиф пиф перезаряжаемся да нет задумывалась команда cloud nine кто не знает грейвс прямая контрат рангла как и в общем-то кин редко но кин редко забанена и теперь орн заходит потому что вас грейвс появился здесь я согласен за орна поболеть но мне кажется чикат лучше зайдет чикат во первых может останавливать рай за очень долгое время а во вторых тем файти в комбинации с маль захаром он просто монстр а вот такой себе в комбинации с маль захаром с варусом хорошо сочетать но там как обычно сион появится хаузер сегодня смотрю на хаузер и мне грустно за него он такой можно я поиграю чем-нибудь пожалуйста слушайте тсм хотят сделать свап они не хотят играть трандлом против грейвса хотят здесь нет нет передумали но это глупо гнара здесь брать вообще не имеет смысла 41 сыграть тсм и не смогут им придется играть 311 авторе 11 cloud nine просто нереальная инициация кстати в варуса ульта маль захара ульта зеленое ускорение с двумя бомбочками и при этом еще орна ульта то есть 311 они не смогут сыграть но и складно будет адекватно играть конечно же 41 не получится просто потому что райс с джином не смогут фарм делить райс не сможет продавливать орна так сильно как хотелось бы придется гнару в начало этим заниматься 9 сначала пыщ пыщ рывок потом пыщ пыщ перезаряжаемся там же пыщ только один патрон же добавляется запереза за рывок а этот будешь который я говорил это была кушка поэтому я говорил тыщ тыщ бы тыщ 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 бы тыщ после рывка только один пыщ будет ну вот значит пыщ пыщ не -не-не-не-не бы тыщ пыщ пыщ жух пыщ курим и потом снова пыщ пыщ уже откатилась кушка бы тыщ в жух пыщ а и бум и в конце бум бум должен быть все его изи пизи всех убили но вообще грейс от не мой чемпион за него мало просто так расскажем прямо и ты курили и декурили сначала курим ну кто не знает у грейса сигаря есть риут и и официально не вернули но и на скинах не убрали такая интересная ситуация на картинке у грейса нет больше сигареты сигары они в некоторых скинах ради фана это сделали но она вроде как есть у этого чемпиона они это не отрицают кто вин на этой мапе ну честно late game я считаю за командой тсм ну как не сильно за ними у команды клада есть очень важный чемпион это орден и хороший чемпион варус который сильнее будет джина но я не вижу как останавливает райза то есть у команды клада маленькая проблема это райс не один чемпион команды клада не справится с райзом на шести предметах то есть им придется его убивать всеми силами но если они все будут пытаться убивать райза в этот момент включится как раз трантл его прикроет там кенч его проглотит и конечно же есть звен который тоже будет стрелять джинс тапка у нас стартанул играет он с градом клинков как раз скорость передвижения ему для этого нужно так что лети оставлю за команды тсм очень мало 55 процентов но за ними команде cloud nine ленинг фазу отдам и мид гейм на и на дам очень хороший мид гейм мне кажется колодок колодок не знаю что у них в спине игроки сидят ждут они крипов чтобы с ними пойти но на них все но выйдут со спины ну по крайней мере там кенч может это сделать все еще там кенч там сидит кустиках и все что он смог дать это облизнуть немножко синяки но я думаю многие хотели бы это сделать и мити это получается уже два раза лизнул с некий на линии да кстати звен играет без сорсеры ветки очень странно что он синюю ветку себе не взял дополнительно дженсен написал я верю в пацанов пацаны и вообще ребята к успеху шли но возможно в конце он скажет эту фразу но пока он просто написал я верю в ребят ну что ж посмотрим верят ли он точнее вера воплотиться ли в жизни грек у нас маршрут маршрут бога проводит как он так играет но у него это может сейчас получится он забрал сначала красный баф пошел забрать краба забрал краба и тут же обошел квадратно-гнездовым путем и зашел сын скелину в спину и будет забирать у него красный баф со смайтом без смайта просто через укус забирает его и все еще второй левел звон часу видит григо ведь что тот с его красным и такой ну ладно не страшно в общем-то для грейса что произошло почему я говорю что это квадратный гнездовой путь потому что грек сейчас очень много темпа потерял когда дофармит свинскерин своих крипов он просто нажмет рекол и все и у него будет быстрее предметы быстрее первый ганг и так далее но с другой стороны грик себя защитил от возможного инициации там крейса не будет с ним встречаться а можно через где дженсен дженсен в запасные отправился как отправился и блабер сегодня у нас вот после второго поражения команды cloud nine рипер сделал замену а вот и первый ганг концент кирина уже четвертый уровень кто не заметил вот об этом я и говорю там все еще третий левел грик и все еще бесполезно при этом он сейчас другую сторону должен уходить за зал здесь пытается бомбочки кинуть митте ушел аккуратненько сидел на кустиках тут у нас с кирин и решил просто рекорд потому что долго здесь сидеть тоже нет смысла с они не хотят сражаться с вами чем буду здесь сидеть на это смотреть говорит он я кстати забыл про бьерксона сказать почему для голден клу такой важный этот момент голден клу кстати не реколится он просто занял позицию в кустах и зарабатывает опыт а грик может к не выйти к нему спина голден клу дает прокаст это минус флэш голден клу так можно и умереть голден клу очень тормозит слышал он просто умирает уже решает не отдавать и саму не спал потому что знал что флешница за ним еще и грик но это ошибка голден клу но я вернусь к мыслям бирксон в одном из своих интервью помню было ли это связано с матчем что они играли против команды клана или нет в общем в интервью спрашивали просто его что он думает о том что дженсона заменили на голден клу это было в этом сезоне он сказал в этом сплите даже они сезоне он сказал что не понимает рипера дженсона головы сильнее играет и дженсона единственного боится бьерксон в чемпионате америки а менять его на пустоголового медленера это ошибка так сказал бьеркс он редко треш толки но он сказал брендет медленер а под бренд этом подразумевал что этот парень однобокий он не умеет играть как-то по-другому его легко можно разводить вот на такие ганги то что он всегда будет играть однообразно то есть брендет медленер вот так вот такую фразу он сказал треш толк был и голден клу на это ответил там однажды что я хотя бы типом больше опыта имея на разных чемпионах нежели бьерксон намекая на то что берутся там одним чемпионом только играл там первые недели только одного отыгрывал но берутся уже давно перешел эту рамку а голден клу вообще во второй состав отправить теперь зато голден клу у нас чемпион америки правда академической голден клу тоже не особо токсичный он довольно спокойный паренек но вот берксона видимо задело то что датского его друга отправили во второй состав тогда это был по вторая неделя что-то в этом роде команда главной тогда летела все матчи проигрывала подряд голден клу игры не заходили ну что ж посмотрим сможет ли голден клу как-то ответить в игре уже бьерксон потому что по моему они так ни разу не встретились за этот сплит я всю эту фразу держала они так и вот только сейчас и решили поиграть чатик у меня осталось два приза из сегодняшнего конкурса говорят кого камко вот так вот ребят можем проголосовать снова за ты же так хочешь кого камко разыграть я так понимаю приз люди чтобы угадали кто когда выиграет или проиграет эту партию голден клу смещался на топ-лей но в этот момент берксон просто легко сообщил что голден клу идет туда отойди он шестой уровень и никаких проблем не стало у хаузера с этим ой здесь ловит сники и сники погибает митя просто его съедает кидается игнает митю митя есть еще щиточек но ликаре что-то полетает конечно это будет килл в килл даже отменять не обязательно хотел сказать телепорт правда надо было его все же не отменить в итоге видите я тут включил режим что можно отменить можно не отменить хаузеру а нет успевает долететь сюда у нас ликаришь успевает прописать шикарный стан по звено и команда главное зарабатывать два килла один килл для топ-лейнера который потерял много фарма на топе сейчас за этот телепорт один для джанглера который пока ну ничего себе не про и ломите видите зашел со спины пока мы все это разыгрывали коком и хочет по-другому разыграть приз давайте послушаем как бы хозяин барин пусть он разыгрывает как хочет приз не хочет он больше париться видимо со временем там потому что сразу подсчеты надо проводить надо копировать весь ваш текст это сложно я с ним согласен давайте послушаем как он хочет разыграть время игры уже не интересно сейчас возле стенки идти противорно но отзывом даже руку поднял такой про себя потом блин чушь какую-то сделан было просто отойти от стенки и не как бы меня ликаришь не поймал давай кукама придумывай тогда каким образом ты хочешь это разыграть призик сенс керин тем временем седьмой левел от грига он ушел на полтора левела вперед и предметик у него есть колдона забираетесь конечно сенеба в себе гол голдон пока проигрывает по фарм вынудил правда он райза уже купить себе ксс поэтому ганги наберется на абсолютно бессмысленной ну по крайней мере пока вы не снимите это ксс и его надо как-то снимать звена здесь сильно не звените за и зал здесь сильно попался за ним про w промахнулся и ничего не выйдет дальше не знает грик куда себе тить он ходит как-то маячит со своими странными маршрутами но у него получается сенс керин тем временем давайте задонатим стримером 20 долларов и пойдем спать интересных у тебя предложение каком что-то мне подсказывает что они не захотят пойти в такую игру чем дженсен не спасал с неким у тренер сказал что дженсен его тогда совет но не знаю не знаю как это произошло но именно в той игре где его не спасали где с некие умирал чаще всего этого на варусе команда клада как раз таки выиграла клада решили сломать вышку на топе хаузера не затор дает не смогли но потеряли за это дракона на боте и потеряли немножко фарма для сники потому что он здесь вынужден был быть за зоне нам аккуратненько они часто это подвышка дофармливать крипов а вышку так и не сломали на геральтку подумали идти клада или не идти в итоге просто реколился у нас венскерин как-то он много мыслей сразу же включает в игре но мало чего пока делает почему они не посадили в первой игре их на матч вот это кстати хороший вопрос и теоретически можно было проверить он так логичнее и если у вас есть а примерно равные составы команд но один все чуть чуть слабее почему сразу не выпустить более слабый состав чтобы увидеть что может сделать команда тсм против того или иного если у них получится вас победить вы будете уже знать какой чемпион опасен вы выключите этого чемпиона сделать работу над ошибками поехали но вот они решили в первой игре этого не играть и решили это на четвертую игру где ответственность гораздо больше ой голден глушку здесь ловит пошла телепортация ультой за спину куда а это сники за из зала за спину грига туда притащили а митя заходит также со спины за из зала уже точно умер он будет выбирать сейчас как спасать а в этом им бирксона убивают сника здесь ловит сники будет спасен конечно же за из зала прилетать сюда голден глу цепляется хауза хауза прописывается там потом игрокам сники остается в живых какое-то еще время по крайней мере уворачивается от скиллшотов но его из очком добивают свен приходит сюда и размен у нас получился минус 2 минус 2 до бутлайн команда клада номер за мидера и топпера но вот проблема топпер то команды клада не был без телепорта он не прилетел соответственно битва была 5 на 4 те самые и может сказать проиграли и самое главное они а еще один телепорт на это раз уже от бьерксона клада и на к этому не готовы они не знают что происходит сейчас догадались но слишком поздно бирж нацепляется за звена и мой сделать за сенс керен сенс керен здесь не выживет умирает но вышку на топе клада и на добиваю ну должны по крайней мере добить там большой пак крипов динайл счастлив кореш но там кинчи четыре килла и ребят это плохо я понимаю там один килл 2 отдать но вы даже вспомните ли он у которая в третьей партии в довольно важной партии что бьеркс просто пошел ну да это конечно ошибка его просто с прокаста убили как раз пыщ-пыщ сделали по нему я вернусь к мысли по поводу леоны леона забрала в той партии два килла на линии бот эти два килла могли достаться из некий квине и это могло вообще перевернуть ход игры но достались они леоне леона купила себе заки которые у себя не оправдал потому что команда клад на не могла заки нормально пользоваться из-за того что сильно раскормился своим так вот сейчас куча киллов досталась мити и это тоже проблема и хаузера здесь лоит он пытается убежать грик рядом пошла ульта ликариша цепляет он хаузера но там они видят грига и отступают на жабы сюда пролетает но у нее кюсс за эти деньги появился типа вот так вот она реализовала все эти деньги все 400 кстати если 4 килла как раз это 1200 1300 золото ушли есть кюсс из реальных показателей он не купил еще одну вышку команд клана решает сломать но дают геральт копить объектом плохо работает но зато лучше работать по вышкам чем в обычных своих почему на lcs не играет юрика до играет сники кстати может дальше идти у него нет телепорта но ему никто вообще не угрожает они видят где находится все игроки команды тсм и вот сники опять с не доиграет иди в лес вору лес ну на кайну хоть что-то это логично ребят но никто тебе не угрожает бюргсон на миде три игрока на топе гнар сейчас либо придет сюда либо не придет трандл тебе вообще не страшен ты на крайник дашь по нему ульту и через флеш убежишь это вообще сама худшая ситуация ну вот хотя бы один кем забрал просто какой смысл просто уходить с этой линии жабу воды отправил да нет жаба да и такая себе идея показывает нам 400 у нас плюс 900 золото преимущество митин от за и зала митя тоже за и зала тоже один килл все же себе заработал в добивание одно убийство это не так страшно хотя тоже неприятно представьте сейчас бы был грейс 4 1 у команды клоуна ведь игре смог заработать килл который сделал ор и мог еще заработать киев который сделал за и зал что пасов так это кока мы спрашиваете он не придумал правила он сказал что давайте просто за донатим стримеру на вы видите такие какашки не донатите стримеру джин саппорт в этой партии конечно же набирать убийство но это позже к же здесь не такая прям ситуация как с дрейвеном где дрейвен обязательно надо делать убийство иначе вы проиграли игру и бла-бла но тоже неприятная тема то есть вы вроде бы проигрываете одну тысячу в реальности вы проигрываете две а то и две с половиной потому что ваш саппорт все деньги себе забрал берегсон ушел на сплит пуш гнар ушел тоже на сплит пуш и 3 1 1 про который я говорил тсм будет сейчас отыгрывать и теоретически у команды клоуна и есть огромная куча вариантов как этот 3 1 1 сломать и вы сейчас они его здесь покажут они будут делать овердайв на меде а в этот момент геральтка вызывается на тупой где бьерсон сломает вышку вышка упала на миде и клоуна и дальше бьют подарил 1370 годник гоу сабскрайб форве видимо этого он хотел написать спасибо большое тебе кого камко за поддержку канала всегда он нам помогает у нас топовый донатин напоминаю эту картинку с пайком пайком мы идем на медлэйн джин я тут керри пайк тут ничего колонайна разменяли вышку на топе за вышку на меде это эпик выгодно вы знаете единственное мне не нравится что они пока не обламывают 311 сплит пуш команде тсм теоретически могли сейчас это уже обломать просто орном позвать на мид у него был телепорт он мог не ждать хаузера фарм который он подпушивал а просто пойти сразу на медлэйн дать ульту и те сама бы отлетели но видимо решили чуть-чуть повременить с этим клауна и сделают позже а может они не видят этот момент сенс кирин играет у нас на имбовом чемпионе грейвсе кто не знает грейвс может с в лейт-гейме с прокаст убить джиннаджин не успеть ничего сделать на голденглут здесь выход flash цепляется за него он отслаживается сам давать ульту паза памяти нет смысла не искать правда он клинц потратил не очень удачно он прожалову неделю пуш как он так умудрился у него есть ксс и клинц он умудряется все но попасть социоэффекты копия что он не понял что его застанели то есть в него кинул двойную бомбочку за из-за он на кисэс прожимает поздно и этим кисэсом ничего себя толком не снимает он уже успел прокаст почти полная мальзахаровской ульты получить странная реакция у мити была хотя он должен был от этого стана тут же уйти клинцом а потом если мальзахар дает по нему тут нажать кисэс и все и ты убегаешь клинц не помогает от ульты мальзы да но кисэс то помогает или подождите а мальза вообще не дал по нему ульту прошу прощения все я понял что произошло он клинц не прожимал потому что считал что это вообще не нужно делать а кисэс он ждал пока мальзахара ульта типа на него сработает на его так быстро убили что вообще ничего не помогло да так что и знаете сколько денег сейчас команда клаван заработала вот именно они с него сняли гигантское гигантское золото еще один кисэс появился в команда тсм они боятся голден глуа голден глу пока в этой игре ни одной ульты не дал тот момент когда ты просто провоцируешь оппонентов покупать предмет за 1300 три игрока уже купили предмет за 1300 причем один из них мог купить что-нибудь полезное той промитью он просто себе купил дополнительным агресс который ему не помог райс кстати тоже мог себе быстрее купить каплю тоже не помог пока еще ни разу ему гнар он вообще будет ставить противор на это ему никогда помогать не будет правда в самом лейтгейме можно гнару покупать кисэс это не проблема ловит здесь хаузер лекарь который попытался сделать синего лынчик свин был рядом но поняли все друг друга то есть и клоунайна спалили ситуацию что хаузера они хотят убивать и наоборот психологическое не но я много раз рассказывал про мальзахара мальзахар очень слабый чемпион в лейтгейме да ребят он очень слабый чемпион относительно тех чемпионов которые там есть мидеры имеется ввиду реальные не ассасины которые но чаще всего тоже в лейтгейме довольно слабенькие а вот реальные мидер такие как кассиопея райс азир он по сравнению с ними просто маленький ребенок но он нивелирует свое жесткое отставание от них тем что он заставляет их покупать кисэс и всю команду оппонентов если не купишь кисэс ты будешь легкой добычей в каждом тимфайте тебя процентным уроном просто будет убивать и помочь тебе команда не сможет из-за сайланса но он медленно дамажит все равно в тимфайте даже если будет тимфайт долгий sky там мальзахар себя хорошо проявит например очень часто я вспоминаю те две недели интересные в чемпионате америки тогда структура чемпионата был пом 17 год а чемпионат америки строился идет первый круг а потом второй круг начинается с той встречи которые вы закончили первый круг то есть первые девять игр вы сыграли и потом еще девять игр играете но 9 матч и 9 мать и 9 10 матч это одна и та же игра только с разных сторон сейчас три у тебя немножко по-другому сделали чтобы было интереснее зрителям смотреть но и тогда получилось что команда cloud nine стисом ами играли матч номер восемь и стисом делает пенту в этот же день дженсен подождите здесь битва будет ничего не будет просто постреляет разбегутся так вот в этот же день дженсен на матче номер девять играет мальзахара и делает тоже пенту после этого на матче номер десять команда cloud nine играет на ариане и делает пентакилл ариану дженсен и бьерксон берет в этот же день на 10 игру тоже ариану и тоже делает пентакилл он здесь с венскердом пытается убить но он почти шот но бьерксона подходит вся сюда команда главная какая кушка летела от снегки не долетела к чему я вообще всю эту мысль веду к тому что когда они встретились второй раз по пентакиллу в каждой игре играя в этом матче были забанены все мидеры каждый из команд просто банила мидеров чтобы эти мидеры не могли играть в пентакил друг друга вот это интересный ход команды клана рискует идти на мальзахара дело в том что мы захар обладает очень хорошим наш потенциалом за зал откидывает его на шора отменила команда клада им этого даже не заметили но они давным-давно его уже отменили хотя они в начале старта 0 1 альта мальза была с нее забрали биркс а была одна все же подзаметил одну вот так или иначе команда клада в этой партии хорошим мидгейм обладает новый не за ними но не сильно потому что он будет усиленный предмет давать это будет усиленный рободон усиленной кстати не знаю что сники будет собирать из тех предметов которые он может там усилить не так много есть для декере хурикан инфинитейдж да по-моему можно такой силе то хурикан он будет усиливать если можно было хурикан усиливать что не помню можно или нет но так или иначе а грейс может усилить свой black lever рободон мальзахар обисал маску только инфин подсказан тогда это хреново варус не усилится но ему придется брать инфинитейдж если он хочет получить бафа торна орн усилит себе обисал маску и локит будет усиливать себе за и зал либо redemption посмотрим что он выберет он пошел в орден цензор я обычно скептически отношусь к орден цензора саппортом который вот так вот отыгрывают но в этой игре это может сработать сники довольно сильные уже он пошел волны импо звена за она просто проглотил мити напоминаю что проглот был ослаблен в рита легенде теперь у нас он откатывается каждые 16 или 18 секунд в начале вместо 12 как это было раньше учитывая что вы хватай глотай заклинания так называется w не максите никогда вы максить сначала кушку потом ешку до конца игры по сути с очень долгим откатом проглотил игрока и тебя могут потом поймать и убить правда за это дали баф теперь у вас выше скорость передвижения стала пока у вас игрок во рту сидит из вашей команды фарус может собрать рободон нет кстати продавать игре на меня сходьте почему не актуаль нормально нормально 28 даже секунд мне подсказывают нифига там время ночи было 28 16 то есть раньше было 16 сейчас 28 там жесткий был нерв то есть это же не просто так перестали за там кенчи все команды играть но и серьезно никто не макси w даже учитывая что вот такой долгий кд на нее потому что она нужна вам один раз тем файте а второй раз вы используете ее через ульту это профессиональные том кенчи непрофессиональные там кенчи не знает как вообще используйте w они проглатывают тебя когда ты за кенона летишь в пять игроков нажимать ульту он сейчас спас спасибо спасибо кенон говорит ой спасибо там кенч говорит кенон ну надо выкачивать теперь конечно w но блин тогда ты без ешки остаешься без хорошей регенерации здоровья и либо без кушки остаешься без хороша на линия до половину на врага все верно все верно да я про это все забываю сказать если ты хочешь проглотить врага то там остался таймер тот же самый как и был раньше что значит результату второй раз и за ты можешь во время темпайта нажать ульте ульту за там кенч и любой игрок может запрыгнуть в твою ульту любая авто атака любое заклинание по тебе потом кенчу собьет тебе твою ульту но игрок успеет если залезть туда то он все равно пропадет у тебя во рту вот такая интересная ситуация то есть по сути ты два раза можешь ее использовать w мгновенно проглотил игрока выплюнул чувствую что битва все еще продолжаешь нажимаешь просто ульту он запрыгивает тебе снова в рот тебя ударяет его выплевывать второй раз но тебя ударили ты выполнил свою работу ты как танк ютилити поспасал игрока так ульта кена будет ульти в животике ну да ультить он он сможет из живота это верно но если тебя проглотили до того как-то нажал r у меня были ситуации с калисты вы такие вот дурацкие когда калиста тебя привязывает к себе по моему это было у меня за браума я сделал flash и собираюсь дать ульту по противнику она меня кидает и от кучу короче пока я снова смог выкинуть себя противники уже все разбежались и калисту просто убили по приколу так все синергия конечно когда играете за калисту нужно очень хорошая с вашим игроком с которым вы себя привязываете но чаще всего это конечно саппорт хотя есть сулоку разные варианты когда люди уверены что на линии они все ничего делать не будут сразу привязывать себя там сиджу они привязку нельзя поменять хотя многие считают что можно нельзя ее поменять она как с кем будет вначале так и остается ли конечно большие проблемы потому что он себе в регенерацию собирал билд хаузер очень много урона пропустил следующий такой тимфайт может стать плохо для кончится для корички вармок все восстановит но понимаете да когда у гнара появится бирксона не поймает когда угнара появится frozen молит он сможет сприт пушить окончательно или корич не сможет убежать команде клоунами когда угнара будет появляться уже фроза молит нужно организовать 5 на 5 битвы 311 останавливается именно тем что вы делаете ол им 5 на 5 ни в коем случае не пытайтесь сравняться по сетапу 311 свой 311 какой смысл сравнивается когда у вас изначально чемпионы слабее хаузер здесь ловит замедляет но он уходит в сторону через прыжок да она есть в магазине сменялка кто не в курсе на количество и могу объяснить почему потому что в бета-тесте она работала можно было перекид на кого угодно попытались убить хаузера дают по нему ульту он прожимает клиниться в варус его добивается автоатаки в этот момент улын идет по григу грик не успевает нормально выхилится биркс он попадает под проказ и теперь с другой стороны ликаре шикарно подкидывает по всем из ники всех расстреливаются все по флешили команда тсм жива с ники дальше идет в бой есть еще команда cloud nine за из зала ульта ли он ее тратил нет он уже ее тратил биркс он пошел свой прокат делать нет биркс он испугался идти туда понимая что в иском пространстве и опять даст по нему ликаришь подкидывание и это по моему ребят может быть на шор если клау дайны не ошибутся но они хотят джебейтить они хотят устроить ловушку попытаться поймать тсм-ов на проверке кустов нету видимости у грига нет синего тринкета насколько я понимаю грик в этот момент выбивает варки пойдет по верху по верху его сейчас встретит он ничего этого не знает он забирает красный бал окей ладно ну шикарно лико не я считает ликаришь выиграл тем поэтому пришел сюда зачем ты сюда пришел хаузер у тебя почти собранный блэк прошу прощения почти собранный фроузен молит ты готов сплит пушите дальше игру зачем ты идешь сюда в тимфайт и сники просто бежит и всех с автоатак убивает там еще сенс керен через стеночку прыгает дает уже авто атаку команда клада зарабатывает 2 килла но главное не контроль карты заполучили себе смогли забрать за это на шора правда теперь вот помните я говорил что 3 1 1 нельзя играть команде клад на и надо группиться вот теперь они могут играть 3 1 1 фроузен молит все еще не появился у хаузера у вас есть на шор баф вы сможете пушить все линии но клад на решает поймать грега у грега нет ульты ошибка какая может быть они подходят под проказ дают вару сульту цепляется за несколько игроков и грик не та цель которую вы хотите убить хотите точнее хотите уже все заговариваюсь устал но у ликариши скоро ульта опять откатится у него кдр предметы 40 процентов кдр этот билд который я вот хотел видеть помнишь фоллаут фоллаут помнит этот маленький конфликт но не с фоллаутом а с другим орденом вот этот билд я хотел видеть именно вот такая тема против гнара отлично работает и против отрокса работает против кого угодно она работает потому что так ты играешь так ты полезен как ты останавливаешь этого сприт пушера в режиме 3 1 1 минус вышку на топе делать golden glue конечно никакого там бирксон остановить не мог смещается на медлайн тсм чтобы прикрыть ее голоденгл продолжать пушить толп клада нам нужно сломать все внешние вышки забрать дракона за этого на шора вряд ли они смогут открыть базу видите кстати w макси после кью но вот видите это вынужденный ход из-за этого у него танковый снижена его ешки и регенерация ниже тоже из-за его ешки идет 3 1 1 это 3 топ 1 мит 1 бот не 3 1 1 это имеется ввиду три игрока вместе и две единички сплит пушит можно ее называть 131 но это тоже самое просто перемена цифр слушать они открыли ингибитор я чисто не понимаю как они это сделали такое впечатление что звен что-то пропустил момент когда надо было отпушивать крипов он должен был ешки накидать объясню как делается обычно за джина джин накидывает ешки на заход наверх чтобы на хай граунд нельзя было попасть и крипы умирают и не доходя даже до туда а здесь звен видимо этот момент профукал и из-за этого кладу они просто смогли подняться сломать вышку потом и все остальное танковость подсказывает мне там не так сильно страдает там возврат хп серых все равно же обычный останется ну да в этом смысле ты прав но регенерация сильно страдает это точно прилетает у нас golden glow чтобы сохранить пак но не успевает прилететь вовремя на шор баф не срабатывает на крипов именно тогда когда он прилетел уже крипы все умерли берксон вовремя прибежал сюда но контроля карту вообще нет у команды тсм один темпайт все зарешал и это ошибка ошибка хаузера не механическая а макро ошибка вы играете 3 1 1 клада на тупят не могут пока объединить нормальные свои усилия чтобы поймать вас пятерых что вы делаете вы сами группитесь пятером зачем вам это надо продолжать играть 3 1 1 да они вас чуть-чуть давит но вы-то в лейте сильнее вы же это знаете или нет или нет или да ребят вы сильнее это ну вроде очевидно для вас просто отправляйте снова хаузера на пуш бот-лейна и все будет хорошо кладная чё-то сейчас чушью какой-то занимается надо просто пойти забрать маунт эндрейка обналичие деньги я прямо что они уже с бека но там еще весь их лес стоит его тоже можно собрать там еще полторы тысячи в лесу лежит маневрят ли этим пушем смогут сейчас закончить игру хотя может быть они хотят именно сейчас что-то здесь организовать они знают что сники бессмертный под за из залом за из зал не упустит момент чтобы его спасти ловит ликариша ликариш дает прокаст и за из зал его спасает это минус трандл минус ликариш на ликариш воскрешается без потери статов который забрал у него трандл а трандл то воскрешно шикарно врыв идет от хаузера но как же реагирует сники сники убивает хаузера за это шикарно подкидывает ликариша это однозначно мвп ликариш в этой партии да кто-то скажет там свинскерен всех убивает авто таки свинскерена опа а сники то 4 кила сники вот что творит человек нет ребят это ликариш соло выиграл эту партию он не умер ключевой момент от гонара на ботлейне он показал гонару что чувак ты меня сейчас не убьешь фрозен малюта тебя появится но тебе поможет только минут через десять не раньше ты меня не убьешь а я щас приду на мид и убью твою команду игнар такой блин надо идти команду спасать приходит и там попадает под проказ сразу вся его команда их убивает забирается на шор потом вышка на меде падать на топе и сейчас сражение он пожертвовал собой ради инициации что сберется но бергсона был райс который купил себе ксс первым предметом знаешь сколько денег он потерял на это 1300 а знаешь в чем проблема в том что капля настакивается гораздо позже то есть ты тратишь ты 1 1300 золота не чтобы купить архангел и начать его настакивать заранее а просто тратишь деньги чтобы не умирать от мальзахара мальзахар выиграл мидгейм просто тем что заставил всю команду тсм потратить 1300 золота в никуда а ульту то он дал один раз по ксс и еще один раз по трандлу который не купил ксс но он капли купил а потом ксс да но все но архангел в два раза быстрее настакивает каплю вы же знаете то есть у бергсона до сих пор предметов не было он просто сидел там где угодно как думаешь кого упустят на пятую карту не знаю тут тяжело потому что cloud на это мне кажется вот этот состав показал не всю свою мощь сейчас я вчера смотрел краем глаза их игры ладно там соперники были послабее но они другую совершенно игру показывали никаких хардкерри от сенс керри на никаких контроль ну контроль маги были мальзахара не брал другой контроль магов сыграл ариану играл golden glue вполне вероятно что может еще что-то показать это состав команды cloud nine и часу тсм проблема они не знают кто выйдет понимаете какие правила у риутов нам сообщают с вами кто выйдет они не знают кто выйдет поэтому они сейчас вот сидят в банных пиках вот честно в паузе сидите см рассматривать что им делать им нужно рассматривать на два варианта сразу же надо в два раза больше думать либо это будет опять golden glue со сенс керри нам каких чемпионов им побанить а либо это будет снова blabber с дженсеном что против них делать ну что ж идем на перерыв ждем следующей партии последнего на сегодня